Банкнота номиналом 2000 Сом является первой памятной банкнотой Кыргызстана. Дизайн банкноты отражает историю становления кыргызской государственности от древних времен до наших дней. Купюра номиналом 2000 Сом в Кыргызстане аналогов не имеет. И это не только потому, что она выполнена в непривычной манере. Банкнота вертикальная, особенно ее делает дизайн. На обеих сторонах банкноты изображено множество символов страны. На лицевой стороне у нас здесь Манас, наш национальный герой, который объединил крыгские племена. И здесь племена отображаются в виде треугольников, которые идут за ним. То есть это такой символизм. К тому же вот эта микроапевтическая полоса, она символизирует мирное и ясное небо над головой. И как бы все это, как бы Манас привел их в общий дом, это в виде юрты у нас. И на оборотной стороне это достопримечательности природы, это гора Хантенгри, уникальная гора Хантенгри и озеро Иссыкуль. И основным сюжетом оборотной стороны это является дерево, символизирует рост и процветание. То есть то, что он распускает цветы, листочки, то есть это благополучие кыргызского народа. В ноябре минувшего года банкнота была введена в оборот в ограниченном количестве. Выпуск памятной купюры приурочили сразу к трем знаменательным датам. 25-летию независимости Кыргызстана, 25-летию Национального банка и грядущему празднованию такого же количества лет существования национальной валюты. Прежний руководитель финансового регулятора Кубанычбек Кулматов тогда отметил, что это единичная акция и больше банкноты номиналом в 2000 сомов выпускаться не будут. Чтобы она не путалась в обороте, а именно исходили из того, что она будет с одной стороны выполнять функцию банкноты, но с другой стороны это памятная. Старания команды профессиональных художников-графиков, а также специалистов-нумизматов на днях отметили на престижном международном конкурсе «Лучшая региональная банкнота 2018 года». Наша 2000-я признана лучшей по внешнему виду и по уровню защиты от мошенников среди национальных валют стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Наравне с Кыргызским сомом за главный приз боролись российские рубли и грузинские лари. Этот конкурс проводится в рамках ежегодной международной конференции по высокозащищенной печати «High Security Printing». В этом году эта конференция прошла в Польше 19 до 21 февраля. И среди нескольких банкнот наша банкнота была признана лучшей. Этот конкурс оценивается по таким показателям, как актуальность дизайна, современность дизайна, насколько дизайн отражает историю и культуру страны, насколько дизайн технологически выполнен, насколько защитные элементы, внутренний дизайн. То есть по всем этим параметрам наша банкнота была признана лучшей. Кстати говоря, те деньги, которыми мы привыкли расплачиваться в магазинах и использовать для различных бытовых нужд, это всего лишь четвертая по счету серия национальной валюты. За четверть века своего существования сом не только преображался визуально. Банкноты становились ярче, а образы известных деятелей истории и культуры все четче, но и по уровню защиты – количество специальных водяных знаков, голограмм и липких лент. Может быть, поэтому фальшивомонетчики не решаются поделывать отечественную валюту.